Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу EPLUS, соответственно, по поводу закупки, интересный опрос проводил на канале, полностью в рынке all in, то есть, ну, опять-таки, большинству людей нечем уже закупаться, ну, а кто-то вообще ждет ниже, такие дела. Штраф, получается, 125 лямов в доллар, приводит к росту XRP, достигнет ли 70 центов, ну, опять-таки, начинаются вот эти прогнозы, блядь, милипиздрические, потому что, ну, либо ультразавышенные, либо, соответственно, ну, на самом деле, пофиг, какой прогноз, хоть про 3 доллара сейчас бы говорили, это значение сейчас не имеет. Почему? Потому что, ну, толпа, она не досидит, понимаете, то есть, банально, они спустя пару месяцев, ну, то есть, ну, сказано, ну, полгода минимум надо ждать после хаулинга, еще даже... Дорогие подписчики, я слышу каждого из вас, ваши проблемы, просьбы, надежды, поверьте, вы мне далеко не безразличны, именно поэтому в такое непростое время я решил открыть вам действительно работающую и стабильную платформу по заработку в интернете на криптоактивах. Называется она eva.eth.io и суть ее состоит в том, что инвестиции любого человека попадают в автоматизированную систему стейкинга Ethereum, работающую для вас 24 на 7, и давая за это от 3 до 10% инвесторов в сутки. Это лучшая платформа по заработку, в которую я сам вложил более 5000 долларов и очень доволен своей инвестицией, планирую и далее тут зарабатывать. Поверьте, инвестиров в ETH вы действительно получите эту самую финансовую независимость и прибыльность, которую вы так долго искали. Ссылка проекта в описании под видео. Ну, а представьте, как люди ждали, те, кто в 2020 году покупали, в 2018-2019, мне это вообще считают, сколько, 3 года ждали там и так далее, да, и по сути, ну полгода даже не прошло, сколько там прошло, блядь, 4 месяца, и народ уже ноет, блядь, понимаете. Ну, то есть потолок ожидания 2 месяца, как я говорил, потолок 4 месяца, и уже нытье во всю Ивановскую, да, что типа, блядь, роста нету, так его и не должно быть, и в том числе по XRP, поэтому я не понимаю вот этого возмущения, при том, что обычно, ну в среднем год после халвинга, да, то есть это весна 25-го года, но при этом, ебать, роста нету, аль сезона не будет. Ну, короче, блядь, ну тупорылые, блядь. Вот, генеральный директор Аиппл о последнем решении, мы уважаем решение сюда, спрос сек на 2 миллиарда сократился на 94%, ну, в принципе, это уже обсуждали, ну и, как вы понимаете, что они могут подать обжалование. Также Аиппл, Стюарт, Эльдероте, Сиало, это у нас получается из консуль, и говорит, мы уважаем штраф, наложенный судом за определенные исторические продажи, хотя они готовы были заплатить сколько там, 10 лямов, но 125 тоже согласились, совпадение, да, то есть у них есть бабки на это все. Далее у нас объем на Южной Корее, получается, лидирует в мире после окончательного решения Аиппл против сек, ну и, как вы понимаете, конечно же, у нас пошел-то небольшой растец, ну и объем также скачка оценка, говорят, якобы на 3000% объем возрос, но по факту правовые изменения якобы влияют на цену XRP, никак они не влияют, ребят, вы просто подлетели на шахтах, я за это уже рассказывал вчера. Аиппл и сек подадут апелляцию на окончательное решение сада, так вчера же было окончательное, и было 13 июля 2021 года окончательно, ну как бы, так как я решил окончательно, то мы продолжаем, да. Поэтому, как я и говорил, говорил, и я говорил об этом еще сразу же 7 числа, когда у нас произошел памп, что резина будет затянута, XRP, Hell's Care, кстати, на удивление, на этом симфоне выкупается, вот, поэтому все по данной монете отлично. Но по поводу XRP, естественно, доминация у нас пошла на снижение небольшое, откатик, да, это вполне ожидаемо. Далее по поводу XRP, Stellar, да, то есть вот у нас был памп 7 августа, и самое интересное, я сказал, что, ребята, в любом случае откат он произойдет, потому что там уровень сопротивления, в принципе, так оно и есть. Ну и самое забавное, то, что большинство людей не догоняют такую истину, то, что, блядь, то, что данный суд это всего лишь спектакль, но они на серьезных щахах воспринимают, как будто это реальные события, хотя пруфов никаких нету в виде каких-то бумажек, бумажек, нарисованных в фотошопе, и, как вы понимаете, что на данном тапе, естественно, произошел откат, о чем я говорил, что он неизбежен, хотя бы к тем же, там, 55 центам, ну, как минимум 60, и, как вы понимаете, самое забавное, 7 августа произошел вынос шахтов массовый, там, на 5 миллионов долларов, 5 с половиной, по-моему, даже, и прикол, что я говорю сразу, что резина затянется и апелляции подадут, ну и вот они на следующий день сказали, подают уже эти самые, блядь, апелляции, и вот даже здесь сегодня вышла новость, то, что победа Ripple под угрозой, поскольку всех планируют обжаловать классификацию продаж, и вот они подают апелляцию и оспаривают классификацию вторичных продаж, ну, то есть, опять-таки, блядь, классика жанра нихуя не меняется, и, как я говорил, это вполне было ожидаемо, то есть, читать китов очень просто, ну, особенно, если они пытаются подстроиться под толпу, эксперты говорят, что XRP пытается снова вырваться от 7-летнего треугольника на фоне победы в суде, ну, опять-таки, мы это уже слышали, далее получается, что у нас формирование XRP молота какого-то нацелено на стремительный всплеск и на 110 тысяч процентов, якобы какие-то там мы должны улететь, хотя это вообще бешеные какие-то проценты, блядь, как в 17-го году, хотя в 17-м году там не было такого пампа, ну, и поэтому говорят, что мы повторяем такую же динамику, и поэтому мы можем улететь там, ну, 110 тысяч процентов, это сколько, где-то 10 тысяч иксов, ну, это что-то дохуя, вот, эксперт призывает Илона Маска добавить XRP в XPM после частичного поражения Ripple против всех, ну, по сути, типа, X там, X здесь, ну, ребят, это такая вот спекуляция просто, и больше уже заморочки, поэтому говорят, что такими как Dogi и Bitcoin надо добавить XRP, потому что хорошее средство платежа, ребят, да все добавят только уже во время роста и на пике Балрана, далее получается у нас что еще? Удивительная причина, по которой Ripple может обжаловать решение суда, хотя вроде как закончился суд, но не закончился, да, и говорит, что на данном этапе подаст апелляцию за недавнее решение о вынесении судебного запрета, и учитывая выше, что сумма 2 миллиарда запрашивала всех, и тем не менее, торрец также вынес запрет на деятельность компании Сан-Франциско, который должен предотвратить дальнейшее нарушение законов, да, что выплатили, но при этом все запретили, ага, ну, вот, вывод 60 миллионов XRP из криптовалютной биржи, и получается этот вывод у нас произошел с биржи Абит на 37 миллионов долларов, далее получается у нас дело XRP, ветеран СЕК нарушает молчание, Майк Фейгел предполагает у нас потенциальную апелляцию через 60 дней на фоне юридических проблем, то есть, опять-таки, апелляция ожидается, и через 2 месяца в октябре все будет продолжено, и затянута еще опять резина, да. Крис Лаксон, это соучредитель Ripple, празднует победу на ЦЕК-суде, и борьба с криптовалютами окончена, ну, и говорит, что прокомментировал окончательное решение суда с штрафа, и говорит, что это развитие событий может наконец положить конец борьбе с криптовалютами, развязанной американскими регуляторами, но, по сути, резина затягивается в виде апелляции, как мы уже поняли. XRP и ASK вырос, ну, хотя не XRP, а его объем, да, и вырос в объеме, но многие подумают, что типа в 7 раз вырос, ну, естественно, это фат. Ну, вот, XRP преодолела рубеж в 4 миллиарда долларов по количеству адресов миллионеров, ну, и, естественно, как вы понимаете, что потрясающие 7 миллиардов XRP установили новый исторический максимум для популярной криптовалюты, ну, это, опять же-таки, китовые кошельки. SEC наконец-то нарушила молчание после победы Apple, и сказать, что вряд ли будет обжаловать, но хотя, как мы выяснили, что обжаловать она все-таки будет. Далее XRP Hellscare останавливает новый стейкинг токена XRP Hellscare, для того, чтобы, получается, сделать ограниченное приложение, то есть сделать дефляционную модель. Проект, на котором можно зарабатывать стабильно высокую прибыль, это evaeth.io. Я и сам вложил в данный проект крупную сумму и получаю отличные дивиденды. Ссылка на evaeth в описании под роликом. XRP Hellscare также заключила крупное медиапартнерство с титанами глобальных выставок, и это у нас ACE группы Genesis Global Exhibitions. Ну, и, как мы понимаем, это тоже положительно повлияет на цену данного актива. Ну, и по поводу данной монеты, в принципе, даже сейчас можно еще докупиться, но по поводу того же самого XRP я бы не закупался, бы подождал бы отката, но если кто закупился, то можно, в принципе, холдить и ждать. Всем удачи и всем пока!